Друзья, всем привет! Как вы поняли, по названию у нас случилась беда. В общем, у нас погиб один мальчик, это который синий ошейник, про который я говорил, что он самый разговорчивый, самый говорливый. В общем, как погиб, я точно не знаю. Я потому что пришел с работы. Точнее, он еще, конечно, был живой, когда я пришел с работы. В общем, дело было так. Прихожу с работы, смотрю, он валяется в стороне, как будто спит. Ну, отдельно, ото всех. Я думаю, сейчас я его к Алиске подвину. В общем, беру его на руки, а он еле-еле прям живой и начинает громко пищать. В общем, я сначала подумал, что он ночью отполз и замерз. Ну, думаю, сейчас положу к Алиске, и он отогреется, ну и придет в себя. В общем, какое-то время он лежал рядом с Алиской, нифига не отошел. Потом я взял его еще раз посмотреть. В общем, нашел у него во рту и в носу у него была кровь. Ну, такое небольшое количество крови. В общем, мои предположения такие, что она, наверное, его придавила, как мне кажется. Точно, что там произошло, не знаю. В общем, мальчика у нас одного не стало. Синий ошейник, мальчик у нас погиб. В общем, осталось семь щенков. Получается, три девочки, четыре мальчика. Вот такие вот у нас дела. В общем, ребята, этот ролик будет обзорный. Ну, будем рассматривать каждого щенка. Примерный окрас я скажу, какой у него будет, чтобы будущие хозяева могли выбрать себе, какой им больше понравится. В общем, будем смотреть каждого сегодня в подробностях. Все щенки растут, развиваются хорошо. Они такие уже прям жирненькие, уже в два, наверное, раза, а может быть, уже даже и больше выросли. Потому что такие прям пузатики, вы посмотрите, просто они уже жирненькие, уже пузы такие жирненькие. Они, ребята, у нас уже открыли глазки, вы представляете? Щенки открыли глазки. У меня только вчера подписчица Аня спрашивает, говорит, ну что там щенки-то хоть глазки открыли? А я такой ей говорю, да нет, еще рано. Я-то думаю, что еще неделя. Я думаю, что им еще только неделя, а им уже, представляете, оказывается, уже скоро вот две недели будет. Время просто пролетело, капец. У меня времени вообще не было снимать. Я даже сам их еще, ребят, ни разу не рассматривал. Я даже не знаю, там, каких окрасов они. То есть, у меня, представляете, не было времени даже приблизиться к щенкам, посмотреть каждого, кто какого окраса будет там и так далее. Ну, посмотрите на зеленого мальчика, какой он жирненький, хорошенький. Вот такие вот у нас дела, ребят. Так что сейчас будем приступать к обзору. Щенки у нас уже открыли глазки, получается, почти. Они родились у нас, получается, 21-го. Сегодня у нас... Какое у нас сегодня? Пятое, что ли, марта? Сегодня, по-моему, пятое марта. Получается... Ну, короче, не знаю, сколько им дней сейчас. Ну, больше десяти, я так примерно, мне кажется. Потому что 28 дней в феврале уже было, да? Это получается семь. Ну, 11 дней, что ли, получается. В общем, вот так. В общем, вот такие вот они у нас красота-тунчики. Вот, смотрите на эту мордаську. Вот она глазки открыла, эта краснушка открыла. Ну, ты уже, да, ты уже видишь нас всех? Молодец, молодец. Ну, все, ребят, сейчас поставлю поудобнее камеру и буду вам каждого щеночка в подробностях показывать. Лисунька, кстати, у нас ведет себя очень хорошо. Ну, как обычно, к ней вообще претензий нет. Единственное то, что не знаю, она этого мальчика раздавила или нет. Как-то вообще так получилось, потому что вообще за ней такого замечено не было. Она очень-очень аккуратно с ними себя ведет. Поэтому, блин, я просто даже не представляю, что вообще могло произойти с ней. Молочка у нас предостаточно. Лисунька кушает пять раз в день. Один из этого, из кормления, это молочка, либо творог, либо кефир. Одно кормление мясное и остальное сухой корм. Короче, вот так вот она у нас питается. Но пока еще вес не набирает. Пока еще это худенькая она. Ну, я думаю, что скоро наберет. Тем более, сейчас щенки, наверное, через недельки-полторы уже сами начнут потихоньку кушать. И все будет нормально. Так, ребят, ну все, давайте смотреть каждого щеночка. Посмотрим, кто какой красавец. Кто какой красавец у нас. А это я, ребят. Всем привет. Я так думаю, давайте, наверное, начнем с девочек. Покажем сейчас наших принцессок. Потому что их поменьше, их всего трое. Посмотрим на наших девчонок. И начнем мы с краснуши, с нашей красавицы, девочки-принцессочки. Вот такая вот девочка-красный ошейник. Весят они, ребят, примерно все одинаково. Все пухленькие, хорошенькие. Вот такая красавица девочка. Ребят, окрасом она будет как Алиска, светленькая. Вот эта девочка красненькая. Ну, по поводу крупная-некрупная, там я не знаю, это вообще будет... Ну, это уже вообще никак не угадать. В общем, по окрасу эта девочка будет как Лисунька. Ну, по характеру пока тоже сложно определить. Она такая достаточно спокойная. Один пальчик на одной ножке у нее, видите, беленький. Вот так. Беленький пальчик. Так, это с первой Линькой ближе к году все должно уйти. То есть она будет хорошая вот такая вот собачка. Вот такая красоточка наша, краснушка. Да, хрюшка-краснушка. Красночка. Так, это была краснушка. Следующую давайте посмотрим. Розочка. Розочка это наша девочка с розовым мошенником. По ней сразу можно понять, что она потемнее. Видите, у нее щечки потемнее. Она будет уже окрасом ближе к Роне. Но все равно, мне кажется, чуть-чуть посветлее, чем Роне будет. Но будет уже все равно темнее, чем Алиска. Короче, между Алиской и Роном что-то среднее будет, мне так кажется. Может быть, даже как Роне будет. Вот такая вот шкулятинка она у нас. Все, 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 все. Не волнуйся, не волнуйся. Так, и еще одна девочка. Она у нас кушает. Мы ее сейчас оторвем. Это у нас желточек. Такая вот коровка. Она жирненькая, смотрите. Ой, она зевает. Кушала она сейчас, спать хочет. Ребят, это тоже темненькая. Тоже ближе как раз у Рона будет. Тоже как розочка. Она, видите, у нее щечки потемнее, чем у краснушки. Короче, вот розовая девочка и желтая девочка, они будут ближе по окрасу на Роне похожи. Вот такая вот красотулечка она у нас. Видите, спокойно себя ведет на руках. Хотя, ребят, я их на руки беру, не знаю какой. Они к рукам вообще еще пока не приучены. Короче, да что ты зеваешь у меня такая хорошая. Все, беги. Так, получается, две девочки ближе к Роне по окрасу и краснуша будет похожа на лисуньку по окрасу. Я не говорю, что будет один в один окрасы, но приближенно как-то вот, примерно так будет. То есть краснуша будет такая рыженькая, как лисунька, а эти две уже такие потемнее, ближе к Ронике будут. На сто процентов сказать точно не могу. Давайте теперь мальчиков. Это у нас голубенький пацанчик с голубой ленточкой. Он у нас будет светленький, как лисунька по окрасу. Смотрите, какой богатырь. Он вообще толстый-толстый, хорошенький такой, хорошенький. Вон у него пистолетик торчит, видите. Башкастый, он такой башкастик вообще. Голова, голова. Молодец. Хороший будет такой добротный кобелек. Крупненький, наверное, будет, потому что он такой прям жирненький, хорошенький. Молодец, молодец. Зевает. Все зевают, видите, ребята. В общем, мальчик с голубой ленточкой будет ближе по окрасу на лиску похож. Хороший крупный кобелек будет. Вот такой красавчик. Так, давайте второго богатыря сразу же возьмем. Зеленый мальчик. Мальчик с зеленой ленточкой. Тоже зевает. Мальчик с зеленой ленточкой потемнее. Ближе к Ронике по окрасу будет. Тоже здоровый кабанчик, кобель такой хорошенький будет. Видите, у него мордочка прям темненькая-темненькая. Будет ближе по окрасу к Ронике. Вот молодец. Короче, такой тоже хорошенький, жирненький, красивенький. Тоже головастый такой. Прям башка у них такая шариком круглая такая. Красавчики прям. Мне очень нравятся прям хорошие такие. Да ты мой хороший прям. Их... Блин, я так уже... Вот сейчас беру их в руки и так жалею, что раньше их вообще все это время... Нет, они тискал, не было времени. Они такие хорошенькие. Давайте следующий. Мальчик с коричневым мошенником. Вот такой вот красотунчик. По окрасу, ребят. По окрасу будет тоже ближе к Ронике. Такой темненький, видите, затемненный мальчик. Будет ближе к Ронике. Пистолетик на месте. Да ты же мой хороший. Вот такой красавчик. Он, ребят, ну как по мне, мне кажется, он чуть-чуть что ли поменьше, чем предыдущие два кабелька. Но ненамного. Прям чуть-чуть совсем. Вот, красавец. Тоже глазки открыты и все, молодец. Молодец. Лисонька, видите, мне не дает. Тоже, мальчик, прелесть. Все, бери, иди. Давай, уходи, мисс. Ну, подожди, уйди отсюда. Что ты меня загородил? Лис, уйди, уйди. Уйди вон туда. Так, кого показал, кого не показал. А, ну, всех показал. Короче, остался последний мальчик. Ребят, мальчик с черным ошейником. Он у нас, вот, будет ближе к лисоньке по окрасу, но, мне кажется, все равно потемнее, чем все остальные. Будет что-то среднее между лисонькой и роней по окрасу. Вот такой красавец. Мальчик с черным ошейником. Он, ребят, родился чуть-чуть помельче, чем все остальные мальчики. Он будет... Ну, вообще, это ни о чем не говорит, конечно. Он может даже и обогнать, как вообще опыт показывает. Так что это пока ни о чем не говорит. Но, вот, как бы, чтобы вы знали, он родился чуть-чуть помельче, чем все остальные мальчики. Да ты же мой красавчик. Смотрите, какая морда вся красивая. Мальчик с черным ошейником. Будет что-то среднее между лисонькой и роней по окрасу. Вот он, вот он, зевакает, зевакает. Вот он, красавец. Видите, какой спокойный, прям такой хороший кабелек будет. Прям вообще. Я, ребят, тащусь от своих щенков, мне прям очень они нравятся. Я прям вообще всех обожаю. Все, все молодцы. Ребят, кстати, еще вот хочу сказать, купил вот такие ленточки на Вайлдерис. У них застежка прям очень-очень удобная. Вообще ленточки очень-очень классные. Но единственный их минус, что они скользкие сами по себе. И вот эта вот штучка, которая размер регулирует, она постоянно съезжает. В общем, и щенки, получается, в них путаются. Начинают ноги, руки засовывать, короче, и путаются. Поэтому, как бы, они удобные, но они практичные. Поэтому вот такие вот штуки не рекомендую. Они очень подойдут, когда щенки уже подрастут. Когда размер будет побольше у шеи, у щенков. Вот они тогда хорошо подойдут. А так вот на маленьких щенков они не подходят. Лучше на липучке использовать. Вот так вот, ребят. В общем, всех щенков вам показал подробно. По окрасу вроде бы рассказал. По характеру пока ничего не понятно. Неизвестно, кто какой будет по характеру. Это ближе, наверное, к месяцу, наверное, только будет видно. Кстати, ребят, хочу этих щенков чуть пораньше на улицу переселять. Где-то, может быть, через недельки-полторы уже буду переселять их в вольер. И хочу переселить их в вольер в Джескин. Потому что мне почему-то больше всех он нравится. Ну, в плане как-то почему-то, мне кажется, он лучше всего для щенков подходит. Не знаю. В общем, хочу в Джескин в вольер их переселить. Где-то, я думаю, недельки через полторы. Ну, в принципе, по новостям-то больше у нас ничего такого нет. По остальным собачкам у нас Челсюха пока еще у нас. Я думаю, где-то числа 9-10 она от нас уже уедет. Они, кстати, очень хорошо с Джесиндой подружились. Очень хорошо с ней сейчас играют. Короче, у остальных всех дела более-менее нормально. У Раньки тоже все хорошо. Так что, ребят, все. Новые хозяева, вы выбирайте себе щеночка. Какой вам приглянулся. Буду, наверное, на днях после этого видео, на днях, когда все посмотрят, буду, наверное, уже писать, спрашивать там, что кому какой понравился. И, может быть, даже бронировать. Так что все, ребят, на этом видео будем заканчивать. Давайте всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok